Ребят, всем большой привет! Добро пожаловать на канал Иринка Мискик, на канал о красоте и уходе за собой еще немножко больше. Меня зовут Ирина, очень рада вас видеть у себя на канале. Сегодня хочу с вами поговорить о фаворите в уходе за лицом этим летом, что мне очень нравилось, что я выделяю из всего того, чем я пользовалась этим летом. Если вам интересно узнать, что я для вас приготовила, тогда усаживайтесь поудобнее, берите кружечку чая и надеюсь данное видео для вас будет интересным и полезным. Итак, так как сегодня видео будет именно в уходе за лицом и сегодня мы, наверное, просто посидим с девчонками вместе с вами, вы с той стороны экрана, я сегодня здесь и я вам немножечко расскажу именно о фаворитах в уходе за лицом, то, что мне нравилось и те продукты, которые у меня, к сожалению, сейчас не присутствуют в корзинке, но они мне очень понравились, я в любом случае вам о них скажу и фотографию либо видео врежу, конечно, куда-нибудь либо здесь, либо здесь, либо здесь, так что вы в любом случае его увидите. Хочу начать свой обзор фаворитов именно со средства для снятия макияжа. И знаете, буквально вот совершенно недавно ко мне ворвалось средство от корейского, по-моему, бренда, бренда Биоре, это сыворотка для снятия макияжа. У меня есть подробное видео, я с вами поделилась уже своим мнением о данной сыворотке, те, кто подписан на меня в инстаграме ских 9970, вы уже понимаете, о чем я говорю, это сыворотка для снятия макияжа от бренда Биоре. На самом деле, вы знаете, что я ужасный скептик, вот прям самый противный скептик, который, наверное, может быть на этой планете, но я являюсь таковым и я не смущаюсь об этом вам говорить и не стесняюсь об этом говорить. Вот эта сыворотка, я не слышала очень много, разной информации, хорошей, плохой, и множество было таких, знаете, распиаренных моментов, когда просто все в один голос кричали, что это несравненная сыворотка, которая просто творит чудеса, которая отлично смывает макияж, и после нее не нужно пользоваться совершенно ничем, она увлажняет, снимает макияж, в общем, чудо-средство, понимаете, и я к таким средствам всегда отношусь прям вот с насторожностью. Но любопытство, женское любопытство, оно взяло свое, и, как вы видите, оно у меня, я им уже попользовалась, у вас сложилось мнение, отзыв, еще раз говорю, есть у меня уже на канале, точнее в инстаграме, Мискик 9970, и, конечно же, будет минутный обзор здесь у меня на канале, есть отдельная, конечно же, есть уже отдельный плейлист. Ну, так вот, вернемся к данной сыворотке. Могу сказать, что данная сыворотка действительно хорошо растворяет макияж с лица. Все очень просто, мы берем два нажатия, два-три нажатия на ладошку, и вот на наш макияж, вот то, что у нас сейчас есть на лице, мы просто это наносим, массируем и смываем. И действительно, очень хорошо растворяет макияж, вот прям очень хорошо, и я была очень удивлена. Но после этой сыворотки, могу вам сказать, ну, я отлично, настоятельно рекомендую пользоваться каким-то дальнейшим уходом очищения. Почему? Потому что в данной сыворотке присутствует минеральное масло. Минеральное масло, оно склонно к тому, что оно может оставлять пленку, может быть, поэтому данная сыворотка является увлажняющей, потому что на лице остается определенная пленка, которую вы, собственно говоря, сами вот никак не ощущаете, но она может присутствовать, и тем самым сыворотка увлажняет. Но это мое личное мнение, потому что именно состав вот данной сыворотки очень такой, знаете, химический. Здесь у нас присутствует вода, минеральное масло, алкоголь, глицерин, по-моему, даже присутствует, и, естественно, парфюмированная душка. Что хочу еще отметить по поводу парфюмированной душки, она нереально приятная, вот прям очень-очень приятная, которая, знаете, она такая ненавязчивая, она такая легкая. И вот если вы с раздраженным носом в любое время года, и вас раздражают резкие запахи, то я думаю, что вам данное средство очень-очень понравится. Я осталась от него довольна, думаю, мне его хватит достаточно надолго. Следующее средство, которое, безусловно, не может быть, не присутствовать в моем уходе, это, естественно, очищение. И этим летом я упрямо долго пользовалась сывороткой, сывороткой, точнее, муссом, гелем для умывания от Биодерма, это серия Себио. Я могу вам сказать одно, данный гель мусс, он меня удивил, удивил тем, что это универсальное средство для любых возрастов, для подросткового возраста, для взрослой кожи. Как ни странно, разбег очень серьезный, но данный гель мусс, он действительно работает на лице как у подростков, так и у взрослых. У взрослых он не пересушивает, у подростков он тоже ничего не пересушивает, хорошо очищает. И данное средство можно еще использовать и мужчинам. То есть данное средство, оно хорошо может бороться с фолликулитом, о нем я уже не один раз говорила, у меня тоже есть на него обзор. Единственное, что для меня оказалось минусом, это то, что оно дико быстро расходуется, прям моментально быстро, и вот это в нем огромный минус. Данное средство не оставляет пленки, оно хорошо пенится, очищает поры, не пересушивает. Его можно использовать и утром, и вечером, его можно использовать после чисток лица, когда кожа дико раздраженная, когда есть какие-то воспаления, хорошо оно очищает, мне очень понравилось. Достойное средство, оно действительно мягко, хорошо очищает кожу, и я вам могу его порекомендовать к использованию. Это осталось на моем фаворитом, лета 2018, я им пользовалась, мне кажется, с мая по август месяц, в начале августа он у меня просто закончил. Следующий этап, это, конечно же, для меня идут маски, и в этот раз, этим летом я попробовала очень много масок, потому что, как я уже говорила, к сожалению, в конце 2017 года у меня был неудачный, прям вот мега неудачный поход к косметологу, и на протяжении уже практически 9-8 месяцев я борюсь с тем, что я нормализовываю состояние своей кожи, убираю воспаления, оставшиеся после косметолога. И девочки, мальчики, если вы хотите пойти к косметологу, будьте крайне аккуратны и не слушайте никого, даже друзей, товарищей, которые вам могут советовать. Идите только на свое личное впечатление, когда вы точно убедитесь в том, что данный косметолог хороший. Я, к сожалению, наткнулась на отзывы приятелей, но они оказались не очень достоверными, хорошими, и поэтому я сейчас в данный момент страдаю. Ну так вот, вернемся к маскам. В этот раз у меня вот именно запечатлились две маски, которые я могу выделить, которые мне очень дико понравились этим летом. Первая маска, это маска от Леврана, я, конечно же, сейчас здесь оставлю, как она выглядит. Это противовоспалительная маска с ферментами ржи. Ребят, это какая-то нереальная классная маска, потому что, во-первых, она очень мягко ложится, она как такой белый кремушек, который распределяется по лицу. Вы наносите ее не сильно толстым и не сильно тонким слоем, ждете 15-20 минут, и она за эти 15-20 минут практически впитывается. Вы, естественно, умываете лицо, смываете маску, и если у вас были какие-то яркие покраснения, красные, воспаленные угри, то она выравнивает цвет кожи. И потихонечку, потихонечку, при регулярном использовании, хотя бы два раза в неделю или через день, вы увидите от нее результат. Она мне очень понравилась, и в данный момент времени она у меня висит в корзине в одном интернет-магазине, и скоро я себе ее заново приобрету, потому что это нереально классная маска, которая с коротким сроком годности, с хорошим составом отлично работала на моем лице. Так что, если вы в поиске хорошей маски, кремообразной, противовоспалительной, с натуральным составом, я настоятельно рекомендую вам обратиться к марке Леврана, к маске с ферментами ржи, противовоспалительной маске с ферментами ржи. Она идет в объеме 30 мл, срок годности 3 месяца, и она действительно неплохо борется с воспалениями, выравнивает цвет кожи, не закупоривает поры, не оставляет пленки. В общем, мне, ребята, она очень понравилась, и я вам ее рекомендую. Следующая маска, которая мне также очень понравилась, она тоже является натуральной маской противовоспалительной от бренда Чеканат. Это натуральная косметика, которая производится, по-моему, в городе Новосибирске, и могу вам сказать только одно. Для меня вообще натуральная косметика, это вот в этом только году я начала ей активно пользоваться. Только в 2018 году я сделала упор на натуральную косметику, мне стало очень интересно попробовать и узнать, что это за косметика. С брендом Чеканат я познакомилась совершенно случайно, совершенно случайное знакомство, и она меня удивила на самом деле, потому что это качественная натуральная косметика, которая действительно работает на вашем лице. Это не просто какие-то, знаете, громкие заявления производителя, это действительно заявления производителя, которые после моего использования абсолютно подтвердились. Данная маска, у нас идет сухая маска для жирной проблемной кожи, противовоспалительная. Она идет в виде порошка, и она должна снимать отечность, способствует прекращению гнойно-воспалительных явлений, рассасывает свежие рубцы от глубоких гнойников, выравнивает кожу, нормализует работу сальных желез, потовых желез, нормализует углеводный обмен, в клетках стимулирует фагоцитарную активность и процесс регенерации в тканях. Возраст, наносить ее тоже здесь не указано, то есть, мне кажется, можно с подросткового до взрослого возраста наносить данную маску. Состав у нее тоже достаточно впечатляющий, хороший, тут очень много разных травушек. Что могу сказать? Во-первых, она дикоэкономичная, во-вторых, она очень проста в применении, просто разводите, наносите на лицо. Ссылку на данное видео, как пользоваться данной масочкой, конечно же, я оставлю где-нибудь вот здесь. Что могу сказать о данной маске? Она действительно, вот если я ее делала вечером, я утром просыпалась, и у меня действительно какие-то воспаления, гноничковые воспаления, они подтягивались. Если я ей пользовалась хотя бы через два дня, то результат был виден. Я замечаю потихонечку, как вот постакны, которые есть на моем лице, они потихонечку рассасываются. И сейчас я могу сказать, что это та маска, которая должна быть у меня всегда, потому что она реально работает на лице. Она убирает жирный блеск. И когда в жару, когда на улице за 30 градусов, и если я ей пользовалась утра, в течение дня я не буду блестеть, как жирный блин. И это реально огромный плюс, потому что она каким-то образом нормализует именно работу сальных желез, потовых желез, и тем самым, собственно говоря, не забивая поры. Есть особенность у некоторых масок, которые идут для жирной кожи, они просто закрывают поры, и пора, собственно говоря, сужается, и все вот прям тут держится, и может образоваться воспаление. У меня я без того поры жадные на то, чтобы выдавать вот всю эту грязь. А вот эта маска смогла договориться с моей кожей лица, и просто я не знаю, как сказать об этой маске еще что-то хорошее, потому что она нереально работающая. Мне она дико понравилась. Я вам смело ее могу порекомендовать попробовать. Это просто маска-фаворит этого лета, я не знаю, что бы я без нее делала, и реально при регулярном использовании, еще раз повторюсь, она рассасывает пост-акне. То есть вот эти вот красные-синюшные следы от акне, которые мне оставил косметолог, она потихонечку-потихонечку убирает. Нужно просто регулярно пользоваться. Следующее средство, которое мне очень сильно понравилось, это средство противовоспалительное, которое ко мне пришло от, точнее средство, которое пришло ко мне из Таиланда. Это был вот такой вот порошочек, оно называется Peace's Powder. Это антибактериальный порошок, который предназначен как раз для борьбы с воспалениями. И это не просто порошок, он у меня, к сожалению, уже закончился. Данный порошочек начинает именно работать на вашем лице, именно на открытом воспалении. Если у вас открытое гнойничковое воспаление, вы наносите данный порошочек, и просто буквально сутки-двое данное воспаление, оно просто уходит полностью. Все, вся грязь оттуда проходит, и воспаление заканчивается, оно все закрывается, ран коррупцируется. Мне очень понравилось. Ссылочки, конечно же, где я приобретала данную пудру, я оставлю в инфобоксе. И на всю продукцию, где я ее приобретала, я, конечно же, оставлю все в инфобоксе. Так что проходите, смотрите, если вас что-то заинтересовало. Данная пудра, здесь ее, естественно, очень-очень мало. Мне ее хватило на очень недолго по времени, но она мне очень понравилась. И я ее вам смело рекомендую попробовать. И еще раз повторюсь, сейчас это тоже то средство, которое у меня стоит на карандашке, которое я закажу себе в ближайшее будущее. Мне очень понравилось. Еще раз повторюсь, это пудра с Таиланда антибактериальная. Ее как раз именно, по-моему, Тайц рекомендуют использовать... Ее как раз рекомендуют использовать на любые виды воспалений. И будь то царапина, гнойное воспаление от акне, либо еще что-то, вы можете спокойно использовать данную пудру. И мне данная пудра теперь нужна не просто даже в уходе за лицом, она мне нужна как средство, которое будет помогать, если будет какая-то царапина у моего мужа, у меня, либо еще какая-то ранка, чтобы она быстрее заживала. Очень классное средство, смело вам его рекомендую. Следующая позиция, конечно, в уходе за лицом, то, что я не могу не отметить, это маски, тканевые маски в уходе за лицом. И в этот раз, именно этим летом, всего лишь две маски, точнее, два производителя, которые меня действительно удивили этим летом, и маски, которые поработали на моем лице. Первая маска, это опять же с Таиланда, я вам здесь ее оставлю с улиточным секретом. Это маска, которая по цене оказалась бюджетной, но которая действительно хорошо работающая. Она хорошо увлажняет кожу, осветляет пост-акне, и сыворотки там нереально много. Классная увлажняющая маска, я ей с удовольствием попробовала, попользовалась. И сейчас, конечно же, до сих пор пользуюсь данной сывороткой, которая осталась от этой маски. Нереально крутая маска, которую я себе приобрела с Таиланда, которую я себе заказывала. Она мне очень понравилась, так что смело рекомендую вам данную масочку. Следующие маски, точнее, следующие маски от производителя, которые мне тоже очень понравились, это маски от бренда Елизавета. Вообще, на самом деле, тканевые маски, это такая индивидуальная вещь. Либо вам подходит состав производителя, который идет в упаковочке с тканевой маской, либо не идет. Маска от бренда Елизавета, у меня она была, по-моему, с черничкой. Она мне очень понравилась, как она увлажнила кожу. Вот реально, ребят, увлажнить кожу. Маски от бренда Елизавета, они вот эта именно серия Аквадеп, они являются бюджетными масками, которые стоят достаточно недорого, но они оказались действенные. Состав масок мне тоже подошел, не вызвал никакой ни аллергии, ни зуда, ни покраснения. И реально после этой маски мне не хотелось пользоваться никаким кремом. То есть, действительно, очень хорошо увлажняет. Сейчас у меня на очереди, наверное, даже сегодня воспользуюсь вот этой вот масочкой с гиалуроновой кислотой, по-моему, она идет увлажняющая. Так что скоро о ней вы тоже узнаете подробный пост. Показываю вам эту маску для того, чтобы вы просто увидели, как они выглядят. А та маска, которая мне очень сильно понравилась от Елизаветы, это была маска с черничкой. Вот такая маска, смело рекомендую. Отвечаю, что она увлажнит вашу кожу отлично. А если теми масками с черничкой пользоваться регулярно, то она осветляет постактно и немножечко выравнивает цвет кожи. Следующий этап – это сыворотки. На самом деле, я долго думала, какую сыворотку я могу выделить вот так вот, которая мне очень сильно понравилась, которую я могу вам вот так вот порекомендовать. Если вы меня спросите, Ир, какую сыворотку порекомендую, чтобы она стоила недорого, и я нашла эту сыворотку, которой я сейчас активно пользуюсь. Это сыворотка от бренда, опять же, Леврана. Эта маска идет Coffee Time. Сыворотка для лица. Это даже не сыворотка, а с серым для лица и зоны под глазами с кофеином. Производитель заявляет, что данную сыворотку, если использовать под зону под глазами, на зону под глаза, то данная сыворотка очень хорошо подтягивает и осветляет темные круги под глазами. И сам производитель говорит, что данный момент мы можем увидеть после 35 дней использования данной сыворотки, так как идет обмен, клеточный обмен и регенерация клеточек. В общем, только по истечении 35 дней можно увидеть данный результат. Могу сказать, что пару раз я наносила данную сыворотку на лицо. Она действительно неплохо освежает, убирает отечность лица, но больше всего мне понравилось ее использовать на зону под глазами. Она действительно хорошо подтягивает данную зону. И при всем при этом она подготавливает, знаете, это как первый этап в уходе за зоной под глазами. На самом деле данная сыворотка, она быстренько впитывается, не оставляет пленки. Она подтягивает. Увлажнения я не заметила, но немножечко она осветляет эту зону. Этого у нее не отнять, мне понравилось. И самое, что мне понравилось, как ей использовать ее в дуэте с кремом от бренда Миссанель. Вообще, отзыв уже на данный крем от бренда Миссанель у меня есть в инстаграме скик 9070. Сейчас о ней подробненько расскажу. Ну так вот, возвращаясь к данной сыворотке. У нее также идет натуральный состав. Срок годности у нее идет также 3 месяца. И она идет достаточно жиденькая. И она быстренько распределяется и подсыхает. Не вызывает никакой, знаете, вот пленочки. Не вызывает аллергической реакции. Нет никакого дискомфорта после ее использования даже в жару. То есть как бы все ровно, все хорошо. Использую ее на ночь, утром и вечером. И утром я не встаю опухшая. Нет вот этого, знаете, ощущения панды. Очень круто поработала, работает данная сыворотка на лице. Единственный минус это ее упаковка. Все-таки она какая-то немножко неудобная. И мне вот эту сыворотку приходится вот так выдержать. Для того, чтобы она никуда не вытекала. Но как вы видите, я ее активненько-активненько пользуюсь. И надеюсь, что я ее успею допользовать до окончания срока годности. И как она у меня закончится, я ее обязательно себе закажу. Поэтому большое спасибо компании Леврана за качественную продукцию, которую вы сейчас производите. И за хорошие, приятные цены. Итак, возвращаясь к крему для зоны под глазами. Это было мое знакомство. Я с ним познакомилась с данным брендом, по-моему, в июне началось знакомство. И на сегодняшний день это мой самый любимый крем в уходе под глазами. Нереально классный, хороший, достойный крем, который отлично увлажняет. Он хорошо подтягивает, немножечко осветляет. А в дуэте вот с этой сывороткой, это просто, знаете, палочка-пручалочка для всех мамочек, для всех офисных работников, для студентов. Если вы не высыпаетесь, мне кажется, вот этот дуэт у вас должен быть на туалетном столике, в уходе за вашей зоной под глазами. Что могу сказать? После использования данного крема не остается ни жирной пленки, ни остается никакого дискомфорта. Нет, знаете, ощущения просто какого-то видимого, нет ощущения видимого увлажнения. Есть действительно хорошее увлажнение. Пользуюсь уже на протяжении двух, да практически я все лето пользуюсь данным кремом. Могу вам сказать, в жару отлично, на день отлично. Макияж ложится, какие-то консилеры я пробовала, ложатся отлично. Просто ради любопытства нанесла на данный крем консилер, думала скатается, не скатается. Нет, все отлично, все было хорошо, все ровно, мне понравилось. Состав у данного крема тоже очень классный. Подробный обзор, конечно, я оставлю, либо вы посмотрите у меня, если вам не сложно, посмотрите у меня в моем инстаграме из кик 9970, либо, конечно же, я оставлю в своем плейлисте с минутными обзорами. Там я подробно вам рассказываю о данном креме. Мне он очень понравился, у него дико приятная одушка, его здесь 30 мл, мне кажется, мне его хватит на год. Срок годности после вскрытия данного крема тоже идет год. Чтобы вы понимали, за лето использование данного крема, у меня тут его еще ого-го сколько осталось. И мне очень-очень нравится его одушка, мне очень понравился данный крем. Я вам скажу еще раз, это очень-очень хороший крем, который я вам настоятельно рекомендую. Это корейский бренд, который ворвался на российский рынок сравнительно недавно. И могу вам сказать, это отличный-отличный, который просто работает на вашей коже и творит какие-то нереальные классные увлажняющие действия на зоне под глазами. И самое главное, что данный крем можно использовать уже с 23 лет, если у вас сухая кожа, и до бесконечности. Данный крем работает именно по потребностям вашей кожи. Если вам нужно увлажнение, он даст вам увлажнение. Если вам нужно питание, он вам даст питание. Я не знаю, как так бренду Мисс Анель это удается делать, но этот крем действительно работает, он действительно достойный и классный. Следующее, совсем немножечко осталось, это будет именно уже крема в уходе за лицами. Почему я говорю крема? Потому что их на самом деле у меня тут целых три. Почему я говорю три крема? Потому что у меня тут три крема на все случаи жизни. Первый крем, о котором я хочу с вами поговорить, это крем-гель, наверное, даже вот так можно назвать, от бренда Елизавека. Это крем идет Аквахидролинг Акцид Ватердроп Крем. Данный крем, у меня тоже на него есть обзор, я о нем уже вам говорила сравнительно недавно, о нем рассказывала. Это крем, который имеет приятную одушку. Он выглядит, знаете, вот если к нему присмотреться, он как матовый такой крем, и на вашей коже он превращается в водичку. Замечательно увлажняет, и именно после палящего солнца, после того, когда я загорала, я наносила данный крем, и у меня не было сухости на коже лица. То есть это реально классно, хорошо увлажняющий крем, который у меня не вызвал ни подкожников, ни расширенных пор, не оставил пленки. То есть он полностью впитался и не вызвал никаких воспалений на коже. То есть это действительно хороший корейский крем, несмотря на то, что состав у него тоже оставляет желать лучшего. Помимо очень вкусных, приятных и полезных компонентов, у него, конечно же, есть химические соединения. Но при всем при этом он действительно классно работает на вашем лице. Мне он очень понравился. Мне кажется, он подойдет как для жирной, так и для сухой кожи. Для жирной кожи, если его использовать не очень много, то он будет хорошо увлажнять вашу кожу, но при всем при этом не оставлять жирного блина. Мне понравился данный крем, я его смело могу порекомендовать. Действительно, еще раз говорю, достойный крем, за хорошую сторону, с хорошим действием. И да, я потихонечку начинаю все больше и больше влюбляться именно в корейский уход, потому что, как оказалось, это достаточно действенный уход. И следующие два фаворита, которые просто перевернули мое понимание в уходе за лицом, это крема от бренда Boroderm. Это нереально бюджетный бренд, но с очень хорошими составами, с хорошим действием на вашем лице. Давайте начну, наверное, с моего просто нереального любимчика. И вот он у меня, как бы уже половинка его осталась, и я уже хочу себе новый и буду заказывать, потому что он очень круто работает на лице. Крем Boroderm, это гель от Угрей. Это гель, который работает именно на то, чтобы устранить и убрать подкожники на вашем лице. Если вы человек, у которого есть склонность к образованию подкожников, вы понимаете, что такое эти подкожники. Когда вы их не можете ни убрать, ни удалить, и они такими бугорчиками на вашем лице, и если они еще там, идет воспалительный процесс, они еще болят, то это прям вообще тяжкая боль, которая, ну, она очень неприятная и болезненная, и вообще это очень такой, знаете, сложный процесс именно с подкожными воспалениями. Так вот, вот этот вот гельчик, он делает так, что данные подкожные воспаления, он их просто поднимает. То есть буквально за несколько дней данный гель вытаскивает ваше подкожное воспаление. Он образуется, конечно, как обычно, простите, прыщ, который нужно убрать. Я говорю лишь только то, что я делала, который нужно убрать, и потом все, все замечательно, все хорошо. После вот этого гельчика, когда вырастает, точнее, созревает подкожный прыщик, прыщик убираешь, и просто вот этой вот пудрой делала, и было просто все здорово, все супер. Мне очень понравился данный гель, я им пользовалась все лето, и это то, что должно быть теперь у меня всегда. Вот просто всегда должно быть у меня на моем туалетном столике в уходе за лицом, потому что это нереально работающий крем, который стоит реально 3 копейки, и я вам смело его могу порекомендовать, думаю, вы тоже останетесь от него довольны. И вот этим, кстати, средством я в основном пользуюсь на ночь. И средство, которое мне очень нравилось наносить на день, и то средство, которое просто, знаете, универсальный солдат, как я его назвала, это средство, которое помогает бороться, помимо того, что он помогает нормализовывать работу сальных желез, помимо того, что помогает именно быть антибактериальным средством на лице, именно для людей с проблемной кожей, отлично подойдет с угрями, сужает, неплохо сужает поры, и это средство, крем тоже от Бородером с маслом чайного дерева. Еще это средство, которое помогает отлично от укусов комаров, которое отлично помогает от ожогов, это, знаете, реальная палочка-вручалочка была этим летом. Я им пользовалась, когда, точнее, я им воспользовалась, когда у моего сына, к сожалению, я проглядела, были солнечные ожоги, появились на коже пупырьки такие, знаете, когда вы сгораете на солнышке, и такое у меня у сына получилось. К сожалению, я не доглядела. Это средство буквально за 4 часа убрало это, убрало это. То есть ушло вот это вот, знаете, температура, прошло вот это воспаление, которое шло горячее, да, ожоговое, то есть он убрал ожог. И когда у меня ребенка кусают комары, я могу спокойно намазать укусики данным кремом, и все, зуд проходит, и потихонечку укусы от комаров уходят на нет. Это вот такое чудо. И днем, когда я пользуюсь данным средством, оно очень хорошо заживляет именно воспаление на лице. Оно реально заживляет, и очень-очень быстренько ранка от акне, она стягивается и уходит на нет. Ребят, я вам смело рекомендую попробовать крема от бренда Boro Derm. Если вы еще не знакомы, обязательно познакомьтесь. Я, конечно же, поищу, погуглю, где они продаются, потому что вот этот крем с маслом чайного дерева я покупала у нас в аптеке под заказ, я их просила. А вот это средство мне прислали на обзор, и я осталась от него дико довольна. Но я их поищу, погуглю, где их можно заказать, и, конечно же, ссылки в инфобоксе я оставлю. Так что вот так вот. Вот такие фавориты в уходе за лицом летом у меня были. Конечно же, ждите, я надеюсь, то, что я сниму для вас. Фавориты в уходе за телом и фавориты в уходе за волосами. Если вам это интересно, конечно же, дайте знать в комментариях, чтобы я могла знать, снимать такого рода видео или нет. Не забудьте, конечно же, поддержать меня пальчиком вверх, мне будет дико приятно. Оставляйте свои комментарии, что вам было интересно, что нет. И вообще просто пишите ваше мнение, и я буду рада с вами пообщаться там в комментариях. Не забывайте подписаться на мой канал, если вы зашли ко мне впервые. Мне будет очень приятно, если вы станете моим зрителем. И большое спасибо, кто со мной постоянно, кто смотрит регулярно мои видео. Я вас очень сильно люблю и ценю. Мы с вами увидимся в скором будущем новом видео. С вами была ваша Ирина. Всем пока-пока.